По словам председателя городского собрания депутатов Сергея Милентьева, принимая бюджет в прошлом году, абсолютное большинство депутатов были разочарованы теми показателями, которые им пришлось принимать. На тот момент собственные доходы муниципального округа Котла составляли всего 30%, в то время как 70% приходилось на дотации и субвенции из вышестоящих бюджетов. Оставалась надежда только на то, что с наступлением нового года, с открытием нового финансового года появятся корректировки бюджета, будет выявлена экономия за предыдущий год. И это состоялось. И на первой же сессии в этом году было принято решение о значительном увеличении финансирования по различным направлениям. Так, проектом решения расходная часть городского бюджета в 2024 году увеличивается на более чем 56 миллионов рублей. Таким образом, бюджетные ассигнования увеличились на реализацию самых приоритетных направлений. Одно из них связано с деятельностью управления городского хозяйства. Общая сумма увеличения составила более 24 миллионов рублей. Часть этих средств пойдет на дорожно-ямочный ремонт. Еще одна часть уйдет на капитальный ремонт дорог, тротуаров и проездов к дворалым территориям. Одна из проблем службы благоустройства – нехватка кадров. В основном из-за невысокой зарплаты. Теперь фонд оплаты труда службы благоустройства увеличится на более чем 4 миллиона рублей. Составлена дорожная карта 2024 года, согласно которой на монтаж линий наружного освещения будет направлено более 4,7 миллионов рублей. Светлее станет в переулке Слободской на проспекте Мира, на улице Грибоедова в Кронштадтском проезде, на Молодвинской до Котлас-Узла, на Спортивной в Лименде и на улице Бор. Коснулись корректировки и социальной сферы, и сферы благоустройства территорий. Финансирование получат и бюджетные учреждения. Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в поселке Вычегодский. Из общей суммы ассигнований 410 тысяч рублей уйдет на модернизацию баскетбольной площадки спортивного комплекса «Дом физкультуры». 1 миллион 200 тысяч на обустройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола 91-й школы. Безусловно, это положительный момент. Абсолютное большинство депутатов эти корректировки поддерживают. И уверены в том, что и в следующих сессиях мы найдем возможность искать дополнительные средства на финансирование с участием главы администрации и работников администрации. И все депутаты нацелены на это. Из 15 народных избранников двое проголосовали против корректировок городского бюджета. Против двое.